Привет! Это третье видео из цикла «Как улучшить дизайн макет минимальными средствами». Перед нами макет Еврофлайера размером 99х210. Это учебный макет, он не для печати, потому что мы работаем в Figma, и все названия и номера телефонов выдуманы. Итак, поехали! Посмотрим, что стоит улучшить. И, во-первых, посмотрим, что здесь хорошо. Из того, что хорошо, я бы оставил. Первое – это красный цвет, потому что он одновременно ассоциируется и с суши, и с пиццей. Суши, потому что красная икра, красный лосось, цвет на японском флаге. И с пиццей, потому что здесь красный перец и красные помидорки. Ну и плюс красный хорошо вызывает аппетит. Дальше. Вот этот вот цвет фоновый, светло-розовый, я бы его тоже оставил, потому что он сочетается с красным и ассоциируется с легкостью, нежностью и мя. По поводу цветовой схемы изображения. Я бы взял и оставил вот такую вот цветовую схему. Легкую, нежную, но заменил бы изображение на более качественное. Дальше. Из того, что еще хорошо. Я бы оставил шрифт в заголовке, потому что он ассоциируется с чем-то традиционным, например, с рецептами, и ассоциируется где-то с иероглифами, потому что здесь есть каллиграфичные штрихи, поэтому мы его оставляем. Теперь о том, что стоит улучшить. Во-первых, я бы, наверное, разделил этот флайер на две стороны, для того, чтобы лучше сфокусировать внимание пользователя на чем-то одном. То есть, одна из сторон была бы про доставку суши, вторая из сторон была бы про доставку пиццы, и это позволило бы мне еще упростить композицию. То есть, в композиции было бы всего лишь одно фото. Теперь по поводу композиции. Сейчас композиция, она разбита как бы на две части. Вот первая часть, и вот вторая часть. Я бы хотел сделать ее цельной, и, скорее всего, вниз я бы поставил красный, для придания устойчивости композиции. А вот основная часть, она была бы светлой, это позволило бы мне сделать композицию цельной. Ну, красный нужно будет уравновесить чем-то, наверное, в верхней части. Дальше посмотрим, чем именно. И я бы заменил изображение. Ну, я, по-моему, про это говорил. Ладно, поехали. Значит, убираем вот это изображение. Потом планируем композицию, что и где может находиться. Я пока просто вот так вот цветом распланирую, текст уберу. Вот здесь у нас будет, наверное, заголовок. Здесь у нас будет призыв к действию с телефоном и где заказать. То есть, что заказать можно на сайте. И изображение, оно было бы примерно вот здесь. Да, сразу по поводу изображения. Я подобрал изображение на сайте Pexels. Это галерея бесплатных, очень качественных изображений. Их только нужно немножко цветокорректить от схемы этого флайера. Сразу давайте расположим и отцветокорректируем. Здесь мне нужен оттенок, наверное, больше в розовый увести. Вот это я бы убрал, потому что темный вот этот вот холодный мне здесь не нужен. И, наверное, сделал бы фоточку чуть светлее, менее контрастной, да, чтобы она выглядела более нежно. Так, дальше пробуем обрезать. Ну вот примерно так. И вот эту вот сторону я бы высветлил. Для этого положим градиент из белого в белый, из непрозрачного в прозрачный. Сверху вот так вот, чтобы очень нежно и аккуратно высветлить вот эту часть. Ну, собственно, все. Так, дальше. Теперь. А, и еще вот здесь вот нужен какой-то, нужно какое-то цветовое пятно. Ну ладно, об этом позже. Ну, например, логотип можно разместить туда. Ну, давайте сразу это сделаем. Точнее, это название, да. Ну, или, может быть, здесь будет логотип. Так, где? Ну, во-первых, логотип я бы разместил в какую-то якорную точку. Либо в левый верхний угол, либо в правый верхний угол. Например, левый верхний угол. Вот, и как раз вот эта вот плашка, она позволит нам сделать текст читаемым. Ну, вот что-то такое, например. Можно так. Вот, пока что просто я приброшу вот эту плашку. Так, нужно будет уменьшить немного изображение. Это двинуть от верхнего, от нижнего края, чтобы здесь был какой-то небольшой отступ, да, хотя бы. Ну, вот примерно так. Потом, дальше, заголовок. Бесплатная доставка суши здесь будет красным. Выключка и выравнивание по левому краю. Бесплатная доставка суши. Потом, круглосуточная доставка по Новосибирску привезем за 40 минут сюда. Сразу поменяю шрифт в наборе на более читаемый. Нота Санс, например. Так, размер нужно чуть поменьше. 30. Ой, нет, это разрядка. Разрядка 0, размер 30. Вот здесь. Так, это расположим здесь. Сразу можно убрать повторение. Тологи в тексте. Бесплатная доставка здесь. Здесь круглосуточная доставка. Здесь можно написать круглосуточно. По всем районам Новосибирска. Ну, или по Новосибирску. Мне кажется, по всем районам Новосибирска информативнее. Так, по всем районам Новосибирска. И привезем за 40 минут. Мне кажется, можно это выделить в какую-то отдельную сущность. Привезем за 40 минут. Так, дальше. Вот здесь откорректируем длинный строк. Чтобы были примерно одинаковые. Ну, например, вот так привезем круглосуточно. По всем районам Новосибирска. Интерлинияж сделаем, наверное, чуть побольше. 125%. Вот так, чтобы строки не слепались. Даже 130%. За главное. Так, пока что так. Вот эта вот часть недозагружена. В идеале чем-то уравновесить. Например, что если так. Ну, вот вариант, кстати. Привезем за 40 минут. Дальше. Поехали. Вот здесь у нас будет место для заказа. Заказывайте онлайн. Тогда у нас будет заголовком. Заголовок. Белым. И заголовок у нас вот таким вот шрифтом. А ранее он баум. 97. Только он должен быть меньше. Не 97, а, например, там 60. И за главными. Заказывайте онлайн. Заказывайте здесь и по телефону. Тоже по этому. По телефону. Или на сайте. Так, 60. 55, наверное. Чуть поменьше. Это пока что ставим сюда. Дальше у нас пошли номера телефонов. Типа закажите по телефону. И QR-код со ссылкой на сайт. Так, QR-код здесь. Быстро, вкусно, недорого. Ну, не знаю, насколько этот текст вообще нужен. Поэтому я его уберу. Почему мне кажется, что он не нужен? Ну, потому что там достаточно общие смыслы. То есть, ну, у всех вкусно. У всех быстро. Точнее, все говорят, что у них быстро и вкусно и недорого. Быстро. Вот здесь есть факт. За 40 минут вкусно. Не знаю. Но это отзывы пользователей, наверное, скажут. Недорого. Это понятие относительное. Поэтому, да, я предлагаю убрать. Теперь поехали работать с композицией. Да, то есть, с микромоментами. Первое. Можно еще чуть больше места дать для изображения. Разместим сначала вот это. Мне кажется, можно разместить примерно так. Вот этот заголовок у нас должен встать примерно вот таким вот образом в якорную точку в левый верхний угол вот этого модуля. Вот так. Чуть больше я сделал интерлинияр. Вот это, кстати, сразу выровнял по одной направляющей. С надписью «Привезем за 40 минут». Дальше выравниваем по высоте группу с телефонами и заголовок. Ну, там на глаз, да, примерно я пока сделаю. Вообще технически нужно это сделать. Ну, вот так. И вот это то же самое. Упс. Выравниваем по высоте с группой с телефонами. Ну, 150 пикселей, да. Вот так. Ну, может быть, чуть больше получилось. Чуть больше. Здесь сделаем тогда 18. Здесь 122. Ну, вроде так пока что. Потом технически нужно будет посмотреть, но я этого делать не буду, потому что быстрее сделать на глаз. Это идет у нас сюда. Вот это тоже выравниваем. По одной вертикали. Теперь, почему я сделал отступ снизу больше, чем сверху? Потому что вот этот вот блок, он завершающий. Мне хочется, чтобы он выглядел немножко полегче. Потому что если мы прям подвинем к низу, он будет более устойчивым. Тогда вопрос, да, почему отступ сверху, да, хочется сделать больше в таком случае. Ну, ладно, это другой вопрос. Так тоже на самом деле можно. Давайте сделаем вот так. Один из вариантов. Дальше. Размещаем вот этот модуль. Вот. Таким образом, чтобы отступы сверху и снизу были одинаковые. Заголовок чуть-чуть повыше. Вот это обязательно нужно выровнять. А, ну здесь все выровнено. Проверяем отступы. Вот этот и вот этот отступы, они должны быть одинаковые. А, и вот этот тоже отступ туда же. Так, если на глаз, то примерно вот так. И размер изображения чуть-чуть побольше. Вот так. Вот такая вот у нас история получилась с композицией вот этой части. И осталось только скорректировать немножко изображение. То есть можно увеличить, чтобы у нас вот эта вот сушеная, она стремилась к правому верхнему углу. Вот это вот. Вот это сушеная будет занимать левый нижний угол. Таким образом, достигнем баланса в композиции. И верхнюю часть нужно получше затонировать. Так, это у нас идет сюда. Это у нас идет сюда. Вот, примерно так. Можно тонернуть, кстати, вот в этот светло-розовый. И вот этот тоже светло-розовый, прозрачный. А, ну и вот этот уголок еще нужно обрезать слева для аккуратности. Ну что, дизайн-макет готов, да? Дальше. Сделаем теперь то же самое для пиццы. Так, здесь у нас будет бесплатная доставка пиццы. Потом размещаем сюда изображение пиццы. Сразу от цвета корректируем. Так, растягивать не будем. И разместим, то есть наладим композицию. Сначала цвета коррекция. Так, в розовый оттенок. Ну, этого будет, в принципе, достаточно. И расположение. Больше места на саму пиццу. Но если разместить вот так, будет небольшой перегруз. Потому что здесь и рука, и вот эта вот красная плашка. Поэтому можно, наверное, отразить по горизонтали. Посмотреть, как будет работать. Вот они. Вот, например, так. В целом, рабочий вариант. Смотрим на макеты. Что еще хочется откорректировать? Мне кажется, вот этот вот отступ, он большой. Нарушается правило внутреннего и внешнего. То есть, по идее, вот это вот должно быть объединено в одну группу. То есть, я бы расположил это ближе друг к другу. Соответственно, нужно подвинуть и группы с номерами телефонов. Вот так, да, как-то. Так, что еще? Может быть, для устойчивости, кстати, сделать нижние модули соразмерными с центральными. Так, ну-ка посмотрим. Центральный поднимаем. Нижний поднимаем. Вот так. И увеличиваем. Либо, кстати, можно сделать отступы вот здесь вот еще немного побольше. Вот так. И вот так. Так. Ну и чуть-чуть откорректируем тогда изображение, потому что у нас изменились размеры. Так. Так. Ну и здесь немного. В общем, все готово. На этом я заканчиваю. Пишите комментарии, делайте выводы, какие принципы построения композиции и дизайна в целом я здесь применил. Если у вас есть идеи, предлагайте свой вариант исходить, ссылку на исходник я оставлю. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.